Ну, я ему говорю, ты вообще попутал или как? А он не тренд. Он в трендах тиктока, видимо, вообще не разбирается. Вообще. Все, все, я уже выбегаю, выбегаю. Ребят, быстренько давайте собираемся, мне надо бежать. Куда собираешься? Ты погоду видела? Здесь отлично. Да мне поделам надо, я вас с собой возьму. Да не, не надо, мы не хотим твои дела. Я тебе подать по этому дождю никуда не пойду. В смысле, зонтики в руки, дождевики на себя надели и потопали. Да ничего, Свет, нам здесь хорошо. Да блин, обед, что-то спать даже хочется. Мы сейчас чайку попьем. Ты иди, а мы здесь посторожим, покараулим. Ты мне нагло. Вы думаете, я вас реально оставлю тут у себя дома в одиночку, да вы мне весь дом разгромите? В смысле разгромим? Мы уже взрослые, мы взрослые, серьезные? Знаю я вас. Вы сначала будете сидеть спокойно, мирно, а потом кому-нибудь в голову, например, тебе, Соня, придется снять какой-нибудь тренд из тиктока, и все тут разгромите. Да не будет такого, мы ответственные, взрослые. Все, Свет, иди, не переживай. Короче, я вам вызову няньку. Чего? Какую няньку? Да какую нянь? Да не надо, Свет, не надо. Я уже скинула няня адр, все, давайте, пока. Не надо, отмени, отмени. Что за бред, Никит, какая няня? Да я не знаю, может, она пошутила, наверное, никто не придет. Да, прямо она будет вызывать кого-то. Пойдем чай попьем? А может, пойдем беспорядок мы идем? Пойдем. Пойдем. Ладно, я с чего, а то Свет потом скажет. Какой вкусный чай у Светы. Угу, печенье тоже классное. Знаешь, получается, Сатя никого не позвала, а говорила, какую-то няньку нам позовет. Да мне кажется, она замоталась и ехала гулять. Уже 40 минут прошло. Она пошутила, ясно делала. Мы взрослые, какие няньки. Кто-то приехал, по-моему. Света, походу. Я пойду посмотрю. Вот это у нее дела такие быстрые. Ну что там, Соня, Света приехала? Да нет, это не Света, там какая-то маленькая машина просто. Маленькая? Может, соседи перепутали. Ворота. А как открыли? Ну ладно. Смотрите. Это что, самый сильный человек в мире? Походу. А главное, в такой маленькой машинке ездит. Как будто игрушечная. Не, ну может он к Свете приехал? Пойдемте спросим. Может, ролик какой-то сегодня должен был сниматься? Они там перепутали что-нибудь. Сейчас мы ему скажем, что Света уехала, ее нет. Привет. Здорово, отдыхляки. А Светы нет дома. Да, она уехала по делам. Я в курсе, она меня предупредила. Говорит, посмотреть тут. Зачем? За мальчишками, девчонками, чтобы не хулиганили. Да она пошутила. Не, 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 она пошутила. Мы тут ничего. Мы сами, да. Такого и не делаем. Мы договорились с ней, мы сами. Она пошутила. Я смотрю, вы спорт пропускаете, на физкультуру не ходите. Да что ты смотри. Тренировать вас немного. Да не надо, да нет, наверное. Не парьтесь, найдем чем заняться. Ну, чай можем пока что попить, ну и все, наверное. Я уже чаю попил. Давайте показывайте, где у вас тут можно побольше места найти, потренироваться. Да нигде тут, собственно, у нас везде все заставлено. Нет свободного места вообще. Короче говоря, на сегодня я ваш нянь. И не просто нянь, а спортсмен нянь. И вы сегодня будете заниматься у меня спортом. Что-то я так наелась. Завтра спортом можем. Сегодня не надо спортом, ладно, нянь так нянь. Можем вместе веселиться. А что у тебя такая машина маленькая, смешная? У тебя что, какие-то претензии к моей машине? Да не, не, нет у него претензий, нет уже. Мне нравится. Мне тоже нравится. И мне понравилась, прикольная. Да, крутая тачка, вау, супер. Хорошо выполнится тренировку покатая. Класс. Ой, мне кажется, домой пора, времени много. Тем более, Света, Света говорила же, что... А теперь все вместе в комнатку. Света мне сказала, приглядеть за вами. Я знаю, что никому никуда не надо. Какие вы тренировки предпочитаете, любите? Я люблю лёш-лёжа делать. Да, там... Я люблю вот присед делать вот так и сидеть. Сид-сидя, да, тренировка там. Я понял, совсем нубы. Ну, значит, научились. Итак, дыхники, построились. По росту? Как угодно. Первое, перед тем, как начать более сложное упражнение, нужно размяться, разогреться. Все бывали на уроках физкультуры в школе. С чего он обычно начинает? С лёгкого бега. Поэтому по одному, по кругу, по дворику побежали. Так там мокро, там дождь только что прошёл. Тебе полезно. Ты как раз сказала, покушал только что. Вот, свои лишние калории и потратишь. А вы за компанией присоединяйтесь. Давайте, давайте, чего ждём? Раз, два, три. Блин, он ещё идёт. Всё, бегаем, бегаем. Бежим, бежим. По кругу, вокруг люка. Ребята, я подумал, я подумал, надо сейчас хорошо разминку провести, чтобы он подумал, что мы спортивные и отстал от нас. Да, а сейчас мы ещё... Разговоры! Всё, 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 всё. Свету дождёмся и сбежим отсюда. Как можно рвать? Чё мы с Светой непослушным был домой идти? Света задержится, она мне уже сказала. Так что не расслабляйтесь. А можно телефон Свете там позвонить? Нет, сегодня без телефона. Ну мы... То есть сегодня, да, тренировок хватит? Это было раздым. Какие тренировки хватит? В смысле только раздым? Чего? Мы же только пробежали. Я сразу сказал, разогреться. Куда? Стои, сюда иди. Да я полежаю чуть-чуть. Сейчас проверю, как хорошо вы разогрелись. А проверять будем? На моём прессе. Каждый из вас ударит по разу. Со всей силы. Куда сел, вставай. Да у меня сил уже не осталось. Какой удар? Давай, бей первый. А как, вот так можно? Как угодно. Меня девчонки в детском саду сильнее били. Твоя очередь. Так я уставший, конечно, я сильно не ударю. А вам не больно? Не-не. Понятно. Вот она ударила сильнее вас всех. Нужно задуматься. Да мы не хотели просто. Не бегали больше её. Ну вот сейчас пойдём к следующему упражнению и проверим, что вы можете показать там. Здесь выиграла. Ждите меня здесь. Поняли, поняли. Ух, ну канишки. Ой, да тебе повезло просто. Мы устали очень сильно. Нам вот отдохнуть. Вот именно такие тренировки. Такие на вискуты вообще так не гоняют. Там можно просто сидеть. Да вы реально дохляки просто. Ты просто не понимаешь. У тебя вес меньше, чем у нас. Поэтому ты устала меньше. Вот и всё. Ребят, от Светы было сегодня вообще полнейшая подстава. Она взяла нас. Ну просто кинула, можно сказать. Мы пришли к ней отдохнуть, а она няньку нам вызвала. И тем более, какую няньку, которая нас гоняет, заставляет. Вот правильно сказал, надо было уходить. Слушайте, давайте сделаем так, чтобы он сам от нас сбежал. Макс, нянька, вот этот самый сильный человек, сбежал от нас. Мы сейчас придумаем какие-нибудь дикие пранки. Мы его пранканём, и он такой, блин, нет, я больше с ними никогда не свяжусь. И убежит от нас. А тебе не кажется, что его опасно пранковать? Ну что, он нам тысячу кругов вокруг дома даст? Он вообще может. Ну что тогда, попробуем избавиться от этой... Кто не рискует, тот не ест мороженое. Поэтому у меня есть пара идей, я вам сейчас расскажу. Давай, давай. Только давайте прям дикие пранки. Я что подумал, а может самое время из наших дыхляков сделать здоровяков? У меня есть пара идей. Ну что, скучали? Конечно, скучали. А это что такое? А это сегодня наш тренировочный процесс. В смысле тренировочный процесс? А сколько там килограмм? Нафигасно. Килограмм 35-40. Сколько? Да это половина моего веса. Это весь мой вес, блин. Пока я ходил за реквизитом, вы, наверное, уже отдохнули. Поэтому что тянуть, пора приступать. Итак, начнем с разминки. Сразу видно. Опять разминка? А как? Перед каждым упражнением надо разминаться. Да что ж такое-то, а? Самое маленькое, что я нашел у себя дома, это ключ от моего шкафа с гантелями. Нужно его согнуть. Кто первый? Ключ от шкафа с гантелями? Так как ты оказалась самая сильная, с тебя и начнем. Ребят, вы посмотрите, какой толстый этот ключ. Он, блин, он толще, чем мои пальцы. Ну, ты самый сильный, у тебя получится. Я в тебе верю. Как я должен его согнуть? И вообще у меня маникюр. А ногти надо подстригать, заниматься с длинными ногтями неудобно. Блин. Я не могу. Все понятно с тобой. Следующий. Дим, давай ты следующий. Тут тоже без вариантов. Да мне кажется, это вообще невозможно. Но сейчас я все свои силы попробую потратить. Ну, Никит, давай. Да его реально невозможно согнуть. Все невозможно? Возможно. Офигеть. Так его гнуть нужно было, а не ломать. Вот именно. Ну, от моей силы мало что гнется. Чаще всего ломается. Ребят, посмотрите. Он просто раскололся на две части. Итак, с ключом все понятно. Блин, шкаф тебе не открою. Не суть. Теперь приступаем к следующему упражнению. Прут. Нужно его согнуть. Может опять самому сильному вначале. Соня, гни. Нормально, она сейчас чуть-чуть может подогнет и нам легче. Да, кстати. Давай, давай. Какие вы, блин, умные. Что вы понимали, такими прутами мосты стягивают. Чего нет? Я точно не буду этого делать. Понятно, что у нас можно? Добрый день ты и теперь. Может быть, вместе попробуем? С двух сторон. Давай, как мне вот так руку идти. И давай вот так тянем. Смотри. Что-то пошло. Движьтесь в правильном направлении. Что, все, силы закончились? Ну, мы погнули. Вот. Ребят, смотрите, но он погнут. Смотрите, как гнуть надо. С помощью даже одной руки между икр. Чего? Ну, конечно, тебе легко. У тебя вот сколько мышц. Икроножные мои, видел? Больше твоего бицепса. Ну что, размяли? Смотрите, как я погнул, ребят. Это я погнул. Ну что, вроде размялись, пора перекусить. Но не вам, а мне. Так что, сходите, приготовьте мне что-нибудь по-быстрому. А мы тоже хотим есть. А у вас еще тренировка не закончилась. Я жду, время идет. Только полезное, чтобы еда была. Чем дольше будете готовить, тем больше упражнений будет. Вперед. Соня, иди, ты готовь. Ты у меня есть готовить. Что ты придумала? Полезное, что ли? Может, травы ему нарвем? Полезное. Сейчас приготовим. Проходи, 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 проходи. Дохляки. Блин, это вообще, он вообще офигел. Я не буду ничего ему готовить. Он еще издевается. Готовить ему. Буты, он нам издевается, а мы что, готовить должны? Давайте у Света в холодильнике пошарим. Посмотри, у него по-любому чем-то есть, у него всегда есть еда дома. О, бургер, по-моему. Как раз, вот он. Да. Он хотел полезную еду. Ну, кстати, бургер полезный, там и мясо же есть, и сыр, и хлеб, ну все подряд. Слушайте, мы что, ему просто дадим бургер? Тем более, он явно последний тут. Ну да, просто. Давайте прогоним его. Давай. А что делать будем? Ребята, такая тема. Этот самый сильный человек в мире сказал нам метнуться якобы за едой. Естественно, готовить мы ему ничего не будем, потому что он совсем офигел. И издевается над нами, и еще метнуться за едой, говорит. Короче, мы нашли у Светы в холодильнике бургер. И решили, ну, немножечко подстебнуть самого сильного человека в мире. В принципе, Света эту кашу всю и заварила. Она пригласила самого сильного человека в виде няньки. И поэтому она будет расплачиваться вот этим бургером. Я взяла желтый пластилин, и сейчас мы из этого пластилина сделаем такой пласт, как будто бы сыр. И положим его в бургер. Ну, как раз нет сыра. А мы сделаем так, будто бы он там есть и скажем. Можно сказать, приготовили сами. И мы молодцы. Так, Никита, на, тебе нужно сделать пластик сыра, который мы туда положим, только правдоподобный. Сейчас все будет. Ребята, только вы так никогда не делаете, и друзей так тоже не пранкуете, потому что это реально очень жестко. Все, 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 хватит, хватит, Никит. Там никогда ровный кусок не бывает. Ну, этот вообще не ровный. Ладно, все, вот так оставим. О, квадратный. Ну, теперь все вообще. Аккуратно клади. Все, и теперь бургер превращается в чизбургер. Накрывай так, чтобы было незаметно. Подожди, не видно нашего импровизированного сыра. Не, ну вот так нормально, отлично. Наоборот, он посмотрит, вот это да. Все, классно. Ребята, посмотрите, выглядит как настоящий сыр, но это пластилин. Ну что, пошли, давайте пойдемте накормим его пластилином. Что так долго, я быстрее сбегал бы до магазина? Вот мы приготовили бургер тебе. Полезный, вкусный бургер, чизбургер даже. И, наверное, самый. Присядьте, присядьте. Вы называете это полезной едой? Конечно полезной, там свежие овощи, листья салата, мясо. Сыр. Все хорошее. Мы слигли воду. Тогда понятно, почему вы отдыхляки. Это отвратительная еда. Если вкусно, не значит полезно. Запомните на всю жизнь. Тех, кого захотите наказать, заставляйте есть такую еду. Не справитесь с тренировкой, заставлю вас есть, и будете вы толстыми и некрасивыми. Да не, мы это не будем. Мы тоже на правильное питание сядем, мы такой не будем бургер. Ты не будешь есть, да? Конечно не буду, я такое не ем. А может сырок хотя бы, сыр там хороший. Да, там сыр очень вкусный. Хороший сыр в бургеры не кладут. В принципе, сами можешь съесть, особо ничего не изменится. Да не, 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 я не буду. У нас вот Соня любит бургеры. Не, я, я что-то так, чай этого отпилась, вообще не хочу. Я отнесу его назад лучше. Хорошее решение. Короче, оставили у меня голодным. Идите отдыхайте, у вас перерыв, а я пока посмотрю соревнования самых сильных людей в мире. Ну все, мы тогда пошли. А ты на наш канал подписывайся, там тоже очень много соревнований. А, да, точно, вот там вот подписаться можно. Морковь про. Морковь про, да. Там даже трех миллионов подписчиков нету. Я что на такую шляпу смотреть должен? Минимум три. Идите. Ну ты все равно посмотри там. Ребята, видите, самый сильный человек не хочет наш канал смотреть, потому что там нету даже трех миллионов подписчиков. Подпишитесь, давайте быстренько до трех миллионов, чтобы он посмотрел, может он понравится. И он не будет нас так сильно гонять. Ребята, самый сильный человек, вот эта нянька наша, вообще не пранкуется. С бургером не получилось ничего, поэтому пока он нам дал отдых, мы решили пранкануть сейчас, ну сто процентов. Типа это вообще никому не понравится. У нас есть вот такие стикеры, и мы ими сейчас вот здесь все заклеим. Соответственно, им придется все потом отдирать вот так по одной. А он еще здоровый, наверное, много сил тратит, когда что-то отдирает. Так, все, поехали. На, держи. Между тем, что это еще будет и красиво. Ну для нас красиво, конечно. Смотрите, классно. Он придет, и у него все в стикерах, прикиньте. Самое главное, что это не какая-то краска, ее даже не смыть. Типа это придется прямо отдирать по одной. Главное, чтобы нас не заставило это отдирать. Да не заставит. Ну убежим, если что. Он же нас учил, Ледок. Вот поэтому не надо над нами издеваться. Сейчас мы его покажем. Надо будет потом Свете тоже какой-нибудь пранк устроить. Это она же все-таки его позвала. Да, она нас вообще подставила. Я еще, знаете, что предлагаю? Потом что-нибудь прикольное здесь написать. Прямо вот здесь так, типа, с пранком тебя. Вообще что-нибудь просто придумать. Главное, напомните мне. Написать самый слабый человек в мире. Вот это запомним. Мне кажется, у нас уже неплохо получается. И выглядит так стильно, да? Да супер вообще. Вы только посмотрите, насколько мы клево обклеили машину самого сильного человека в мире. Теперь самое главное, еще и подпишем. Натя, держите. Я вот здесь буду писать, я уже даже придумал, что. Самый слабый человек в мире. Ты придумал, я это 5 минут назад сказала. Это я придумал. Я придумал. Ага. А я напишу, подпишись на канал. Кстати, подпишись. Ну, а я посмотрю. Вот на каждом стике, чтобы прям видно было. Самый слабый. Ты еще обведи пожирнее, чтобы прям издалека видно было, что он самый слабый человек в мире. А я вот пишу, подпишись. Смотрите, какие мы тут еще реснички, машинки придумали. Так мило. А он такой здоровый, большой и будет ездить на маленькой машинке с ресничками. Не, ну мне кажется, он точно должен после этого разозлиться и убежать от нас. Он что-то вдруг от нас убежит. Сейчас еще обведу, чтобы прям круто было, чтобы он точно это заметил. Вот, ребят, смотрите, самый слабый человек в мире. Отлично, я думаю, получилось. А у меня вот, подпишись. Ой, где эти дохляки ходят, а? Слишком большой у них пере... Как круто. Круто, мачмалкер. Наконец-то. Это не мы. Это скучная была. Это не мы. Да не все классно, ребят. У меня как раз напоминал их нету, а вот вы мне прям сделали подарок. В смысле классно? Мы же всю машину заклеились. Сюда же даже не сесть, тут ничего не будет видно. Ну отлично, она стала гораздо практичнее. Теперь я могу записать, сколько раз в день я поел. И, кстати, самое главное, что вам еще нужно сделать несколько кругов. Это я сейчас тоже запишу. Паркер мне дайте. У меня нету. У меня тоже. Ладно, такую простую вещь я запомню. А так классно, молодцы. Чего, вообще-вообще не злишься? Отдирать же потом еще несколько часов. Зачем их отдирать? Полезная вещь. Четыре ничего не понимаю. Класс. Короче, что тут зависит? Бегом, бегом, бегом во двор бегать. Все, бежим, бежим, бежим. Давайте, давайте, давайте. Тридцать шесть. Тридцать семь. Мяч убрал. Давайте дальше. Тридцать восемь. Сколько там стикеров? Штук сто? Продолжаем, продолжаем. И так до соточки, давайте. Тридцать девять. Чего остановились? Сорок. Сорок. Я, кстати, Свете обещал, что я из вас сделаю здоровяков. Продолжайте, продолжайте. Уже без счета. В своих мыслях. Может, он вообще со Светой заодно? Я не могу больше, ребят. А, сама придумывает. О, вот так, вот так, хорошо. Сорок пять. Пять. Сорок шесть. Сорок семь. Сорок, надо с этим что-то делать. Что, наприседались? А теперь давайте на веранду. Сейчас я подойду, продолжу. Пять минут отгула. Пойдемте. Я не могу. Вообще, не надо было лицать людей со стикерами делать. Да, Соня. Пойдем, вот именно. Нормально, блин, меня еще и крайнюю делают. Что ты там вела? Ты что, ты виновата? Я сейчас еще какой-нибудь пранк придумаю, ребят. Это невозможно. Надо же его отсюда, ну вообще, чтобы он ушел, короче. Нет, Соня, мне кажется, наоборот. Я понял, что пранки вообще не помогают. Надо, наоборот, к нему вдоверить и братанами стать. Мы его задобрить как мы должны. Мы станем братанами, потом скажем, ой, Макс, да ладно, чего ты там? Мы отдохнем, езжай домой. И он такой, ну ладно, и все, понимаешь? А ты братанами, он издевался над нами. Надо ему что-то жесткое такое сделать. Думаю, он даже не издевался, он разминка такая. Да, разминка. И что вы собираетесь делать? Чего-нибудь хорошее, приятное ему, не знаю. Я придумал. Давай ему это, гантели разукрасим. Если ему машину понравилось, как мы разукрасим. Точно, видишь, яркая любит. Да, да. Смотри, как раз у него серая гантеля какая. А будет красиво, уже он там что-то ржавчатый. Нет, сделаем гантелью нормальную, и он точно с нами будет уже дружить и не будет нас гонять. Под Лизой, блин, а я пранк такой придумаю, что она балдеет и вообще улетит отсюда на 100 метров. Все, короче, я на вас обиделась. Да, да, иди, иди, давай, готовь пранки, это наш друг. А мы вообще предупреждать будем, если ты вот будешь нас обижаться. Вот 100% ее накажут. Конечно, она сейчас сделает что-нибудь, ну типа плохое, и он такой, ну давай, иди, делай, джимань. Нам нет, нам все отлично будет. Пошли красить. Не хочу я больше дружить с этими подлизами. Я придумала офигенный пранк, как я напугаю этого самого сильного человека в мире, и он никогда больше к нам не придет. Стряхи баллончики, главное хорошо, чтобы краска хорошо легла. Все раскрасим, красивую гантель сделаем. Да, только аккуратно, чтобы прям все. Аккуратно, ты главное, чтобы меня не попало, я на тебя не буду подать. О, ему точно понравится. Да 100%, у меня вообще здесь красиво получается прям переход цветов. А у меня розовая чистая часть будет, можно синего еще добавить, наверное. О, я синего внутри, дай-ка. Видите, ребят, как раз внутри, вот здесь, вот здесь ржавая. Сейчас будет красивая. Смотри, ну вообще отлично получается. Сейчас я его напугаю. Ребят, посмотрите, как я оделась. Я нашла вот такую вот черную мантию и маску. Сейчас я встала на четвереньки, так, чтобы было вот так вот страшно. Подбегу, и он испугается. Короче, поехали пранковать этого силача. Встать на раз-два. О, Соня, ты что ли? Че-то побледнело. Наверное, пора позаниматься. Давай с берпи начнем. На счет раз-два. Положение снизу. Какое положение? Что это такое? И прыгаем вверх вместе с ручками. Раз-два. 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 Посмотрите, какая у нас классная гантель получилась. Мне кажется, силачу точно понравится. Да сто процентов. Если ему не понравится, тогда я не знаю вообще, что ему может понравиться. А где он? Раз-два. Раз. Ты видишь, ребята, вы посмотрите, он от Сони издевается. Че, спасать ее надо? Конечно, спасать. Макс, Макс. Иди сюда. Ты продолжай, продолжай. Да, да, продолжай. Мы тебе подарок приготовили. Тебе точно понравится. Сто процентов. Иди сюда. Надеюсь, так же классно, как машина. Да, 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 заходи. Фух. Слава богу, я лишаю, ребята. Он, походу, вообще непробиваемый. Я больше не знаю, как ее пранковать. Все эти упражнения вообще, блядь. Смотри, Макс, твоя новая гантель. Да стоцветная классная. Тебе нравится? Не то, что старая. Конечно, наконец-то ей вид предали. А то она сержавая была. Вот ты и вина. Кстати, реально хорошая идея. Пора позаниматься с гантелью. Сейчас я покажу, какое упражнение делать. Так она может высохнет пусть. Зачем? И так можно поделать. Вот так ее. Раз, поднимаете. И так раз по 10. Приступаем. Как по 10? Ничего не пачкается. Все нормально. Классно покрасили. Да, может, мы просто... Это же покрасили, она высохнет. И еще больше не будем делать ничего. Давайте делайте. Еще условия ставим. Как вот так? И наверх. Не, я не могу. Дохляк. А, ну капец, сижу. Ну а ты что стоишь? Ну что, я не стою. Все с вами понятно. Короче, тренируйтесь, я скоро приду. Ладно, мы будем тренироваться. Да не будем мы тренироваться. Ты что? Конечно, не будем. Это я для него сказал. Она весит килограмм 30-40. Это пол меня просто. Нет, ну нужно что-то придумать. Я не знаю. Может, ему кроссовки покрасить? Ребята, это невозможно. Ну, у тебя получилось? Я хотела его напугать. Надела эту вот, вы видели, манчу, маску. А он вообще какой-то непробиваемый. Я к нему вся такая страшная подхожу. А он не фугается. Он говорит, Соня, это ты? Ой, блин, что-то ты такая бледная. Давай-ка позанимаемся. Ну у нас хотя бы он обрадовался. Ну идея с гантелей тоже так себе была. А он заставил нас поднимать. Ты бы видела как. Мы бы так ни разу даже не сделали. А я вам говорила, что задобрить его точно не получится. Надо его жесткими способами выгонять. У нас, если не получается его пранковать, это что, нам теперь до конца дня его слушать, что ли? Не, я не готов. Давайте что-нибудь придумаем. Может, как-то время ускорит. Ну что, я так понял, вы натренировались. Самое время поиграть. Играть мы будем выше балла. Знаете такую игру? Ну, игру-то мы знаем. Ну, что-то мячик слишком большой. Как раз уворачиваться будет интересней. Давайте, что расселись? Погнали на газон. А может, мы тебя будем кидать, а ты уворачиваться? Тогда мячик лопнет. Вперед, вперед. Боже, верно. А там дождь наше свеет. Ничего страшного, не растаете, не сахар. Прям под дождь идти? Давай, давай, под дождь. Вон туда вот становитесь, как кегли в боулинге. Итак, правила простые. Кто вернется последним, тот не будет приседать. Давай только в игру это быстрее играть. А остальные? Остальные по 100 приседаний. Вы готовы? Да, готовы. Раз, два, три. Минус один. Я первый. Блин, подай, подай. Я не буду, он так такой большой, блин. Молодец. Ребята, это очень страшно. А может, послабее? Иди, иди, играй. Минус два. Блин, что приседаний теперь делать? Ну все, все, я последним, я не надо уже вышибать. Как-то не надо, тебя тоже надо выбить. Смотри, какой самолет красивый. Где? Минус три. Это моя любимая игра. Че так сильно? Я даже не старался. Давайте, идите, я сейчас скоро вернусь. Будем продолжать. Че, теперь вышибал моя самая нелюбимая игра. Ты видел, как он мне в голову попал? Ты мне больно, шишка будет. Сто процентов. 57. 58. Давайте быстрее, че, считать долго-долго. А че так медленно, реально? Так, ты сейчас к ним присоединишься, поговоришь. Все, молчу. Ты за кого вообще, а? 59. Я за себя. 60. Дальше давайте без меня продолжать. Я отдохну пока. Вот что-то делать, потому что это уже вообще перебор. Я, кажется, придумал гениальную идею. 72. 79. Последний. Все завязал? Да. В общем, ребята, сейчас мы точно пранкнем Макса, это самого сильного человека, псевдоняньку вот эту нашу. Он же уверен, что он сильный. Мы сейчас на этом его и поймаем. А точно его стоит пранковать? Точно стойко. Суть очень простая. Я вот, допустим, Макс. Стоп, ушел. И знаете, когда вот руки оттягивает он, вот оттяни, оттяни так. И человек, типа, не ожидает, и в один момент отпускает. И прямо в лицо. Мы с Максом сделаем точно так же, только с бутылками. Оттягивать будут бутылки. Мы ему вот так на руки бутылки. И вот сюда вот так положим вот это пирожное. Перережем веревкой ножницами. И, соответственно, у него руки полетят, полетят, убьем. Ну, я не знаю, что полетят. Мне кажется, вообще бабаха будет. Мне кажется, он разозлится и убьет нас. Блин, ну, может, не надо? Он нам столько заданий даст, если мы его пранкнем. Пранкнем тебе. Надо, надо. Макс, Макс, ты это спишь, что ли? Нет, за вами наблюдаю. Ну, мы подумали, время сколько прошло, там, разминки разные делать. И мы, знаешь, что подумали, вот ты нас все показываешь, как что делать, ну, к спорту прививаешь. А можешь ли ты сам хотя бы вот эти бутылки удержать на руках? Да, вот сможешь. Ну, хотя бы 5 минут удержать, да? А то, да, ты нам говоришь, беги. Вы сомневаетесь, что ли? Бицепсы видели мои? Да, сейчас эти бицепсы. Что сделать, просто удержать? Да, руками. Да, вот так вот и вытяни полностью. Так, может, прямо так, да. Так вот обратно. Все, держишь? Держу. Так нужно придержать 5 минут, чтобы не выше, ниже, не поднимал, чтобы мы видели. Вот пирожное тебе на руки. Заодно будешь аромат чувствовать вкусно и мотивация. Я не ехать сладкое, если что. Нет, я тебе не заставляю есть. Тогда, если продержишься, мы не будем это пирожное... Да, вот 5 минут. И условие, если ты 5 минут не выдержишь, то мы тогда сегодня больше не занимаемся. Тогда приготовьтесь заниматься. А, ну посмотрим, посмотрим. Легко, да? Очень легко. Я засекла время уже. Сколько? Прошло время. 2 минуты, 2 минуты. 2 минуты, потому что ты считаешь, да? Да. Я тоже считаю. 3 минуты. Это пранк! Да! Прикол такой. В чем пранк-то был? Испортить пирожное? Прикольно, типа... Да мы думали, ты в лицо себе закинешь. То есть вы пранки любите устраивать, да? Сейчас я вам тоже пранк устрою. Да не надо, не злись, не получилось же. У меня тоже есть один пранк. Упор лежа, принять! Быстро! Что ж такое? Такие пранки мне не нравятся. Ребята, он нас заставил в планке стоять. Что за фигня? Капец, я уже не могу. Пранки они, значит, любят. Сейчас я им устрою пранк. Ну что, как дела? Хорошо у нас все. Очень плохо, я уже не могу. Что это такое? Это пранк. Я так понял, вы их любите? А ну-ка, вот как Дима взял. Все так же тарелочку взяли. В общем, ситуация следующая. Пока ролик не соберет 100 тысяч лайков, вы стоите в планке. Как это так? Что вам не нравится? Вы же пранки любите. Вот вам целый пранк на 100 тысяч лайков. Я вообще был против пранков. Это они придумали. Я тоже, я... Это все они и правда. Не, ну можете опуститься, но только лицо будет в муке. Не-не-не, я опускаться не буду. Ребят, и вообще, поставьте эти 100 тысяч лайков, которые он хочет. Чтобы мы здесь быстрее перестали стоять, а то мы уже очень устали. Очень устали. Пожалуйста, пожалуйста, ребята, вот лайки, вот такие. Ой.